Гитарный лик И начинаем мы его играть с медиатором на второй струне восьмого лада Делая хаммер Обратите внимание, для того чтобы у вас звучало все чисто Чтобы не было шумов от струн, которые вы не зажимаете Я советую вам просто зажимать ладонью, чуть-чуть притрагиваться к этим струнам Вот вы, например, начинаете играть медиатором, касаетесь вторую струну Делаем хаммер Затем переходим на первую струну Тоже хаммер И у вас ладонь, вот эта часть запястья, она у вас лежит на вот этих струнах На шестой, пятой, четвертой, третий По возможности, конечно То есть у кого-то будет ложиться, у кого-то может быть не будет ложиться Для начала давайте попробуем пройти вот эту фразочку Поиграть ее тэппингом Ее можно, в принципе, начать играть как тэппингом, так и не тэппингом В смысле, прошу прощения, играть как медиатором, так и просто хаммером начать играть То есть можно, например, без мешательства правой руки Значит здесь у нас получается восьмой и десятый лад А на первой струне у нас седьмой и двенадцатый Здесь, конечно же, придется сделать небольшую растяжку Но нам ли горевать? Мы сыграли Тэппинг делаем на пятнадцатом ладу И все нотки сдергиваем То есть получается у нас здесь у нас восемь-десять хаммер А на первой струне семь-двенадцать Тэппинг на пятнадцатом И дальше мы с вами идем Сделаем все сбросы, пулы к седьмому ладу Затем тэппинг на второй струне тоже пятнадцатый лад И там делаем пулы к восьмому ладу через десятый То есть получается пятнадцать, десять и восемь Вот, обратите внимание, что постоянно ладонь у вас лежит в этом месте Так, чтобы не было шороха Если мы это не будем делать, у нас получится вот что Примерно То есть все равно вот этот шум, он будет мешать при игре Есть еще один вариант, тоже беспроигрышный вариант Когда вы пишете студийные какие-то записи там Или там записываете себя дома То можно сюда резиночку для таких пассажей Это в принципе еще больше Ну вы наверняка видели некоторые видео, когда гитаристы играют У них здесь резинка такая Дальше идем с вами Эту фразочку мы с вами проиграли дважды Теперь первый палец у нас с вами идет Идет с восьмого лада, делает слайд к десятому И дальше делаем хаммер на двенадцатый лад А на первой струне у нас будет десятый и четырнадцатый лад Здесь у нас получается на первой струне десять, четырнадцать И тэппинг мы делаем с вами на семнадцатый лад Здесь мы это сыграли всего лишь один раз Дальше мы опять делаем слайд первым пальцем Приходим в двенадцатый лад И играем с вами 12-13 на второй струне А на первой струне 12-15 Потом на первую струну мы с вами приходим Тэппинг делаем на девятнадцатый лад На второй струне тоже девятнадцатый лад Возвращаемся по второй струне на тринадцатый-двенадцатый Тэппинг 19-13-12 пула Затем далее опять делаем Первый пальчик теперь у нас с вами идет Слайд на пятнадцатый лад Делаем хаммер на семнадцатый На первой струне тоже самое Пятнадцатый-семнадцатый И далее делаем тэппинг на девятнадцатом ладу И на второй струне тоже самое Девятнадцать-семнадцать-пятнадцать Затем дальше делаем хаммер на второй струне На семнадцатый лад Приходим на первую струну уже медиатором Удар вверх Как будто за так делаем И делаем подтяжку с 17 лада, делаем подтяжку до 19 лада. И можем завибрировать. У нас с вами получился такой массажер. Ну и спуститься можно, это уже немножко другая тема. Надеюсь, что этот пассаж вам послужит хорошим уроком, хорошим примером. И я надеюсь, что на основе этого пассажа вы сделаете какие-то свои пассажи. То есть можно не обязательно делать эти уроки именно вот так, как они написаны. То есть можно брать какой-то пассаж, его выучивать, анализировать и делать какие-то свои вещи. То есть на этом учиться. Всем пока!